МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гуманитарный саммит в Турции, обмен колкостями, позиция Ангела Меркель и... что там забыл Дэниел Крейт? Немецкий химический гигант покупает американского химического гиганта. И кем он теперь станет? Немцы устали, немцы уходят. Почему граждане Германии выходят на пенсию раньше срока? Родственники жертв самолета, сбитого над Донбассом, подали против России и Путина иск на 330 миллионов долларов. Первый всемирный гуманитарный саммит открылся в Стамбуле. В нем принимают участие руководители около 60 государств. Еще столько же стран представлены министрами. К участию в саммите также были приглашены неправительственные организации международной гуманитарной структуры, предприниматели и представители народов, затронутых кризисами. Всего в форуме участвует более 5000 человек. Германию на саммите представляет канцлер Ангела Меркель. Она призвала покончить с пустыми обещаниями и создать глобальную систему оказания гуманитарной помощи беженцам. Что нам нужно? Во-первых, нам нужен новый глобальный консенсус по гуманитарным принципам. Мы вынуждены говорить о гуманитарной катастрофе, обсуждая Сирию. Нам надо убедиться, что помощь прибывает вовремя и доставляется на место. Но мы не можем планировать ее по отдельным катастрофам. Нужна глобальная система оказания гуманитарной помощи. Германия увеличит свой вклад в соответствующие фонды и участие в других форматах помощи. В то же время президент Турции заверил, что его страна будет и впредь принимать беженцев. «Мы никогда не закроем двери», — пообещал он в начале встречи в Стамбуле. Свои пять копеек вставил и необычный гость саммита — актер Дэниел Крейг, сыгравший Джеймса Бонда в художественном фильме о приключениях спецагента. Правда, в отличие от своего киногероя, Крейг был миролюбив. Война продолжает бушевать в огромном количестве стран. Крайне важно не забывать, что после боевых действий в городах и селах остается большое количество неразорвавшихся мин и самодельных взрывных устройств. Ежегодно мины убивают от 15 до 20 тысяч человек. Большинство из них — дети, женщины и пожилые люди. Это означает, что организация разминирования — жизненно необходимый элемент возвращения к нормальной жизни территорий, на которых прошла война. Окончательное каменнике по результатам всех встреч и обсуждений саммита обещают представить завтра. Пока же участники продолжают декларировать веру в человеческие идеалы. Немецкий концерн «Байер» готовится к крупнейшей сделке в своей истории. Химико-фармацевтическая компания собирается купить американский концерн «Монсанто» — гигант на рынке ГМО-продукции. Немецкий химико-фармацевтический концерн «Байер» сделал официальное предложение по покупке американского гиганта «Монсанто», который специализируется на высоких технологиях в области сельского хозяйства. В частности, «Монсанто» продаёт генетически модифицированные семена кукурузы, сои, хлопка, а также гербициды. Немцы предлагают за акции американской компании 62 миллиарда долларов. Теперь немецкий концерн ожидает ответа на своё очень выгодное предложение. Если сделка осуществится, «Байер» станет крупнейшим в мире производителем агрохимической продукции. Оборот концерна увеличится с 46 миллиардов евро до порядка 60 миллиардов, а количество сотрудников со 117 тысяч до почти 140 тысяч. Досрочно на пенсию уходит четверть стариков Германии. По данным Федерального министерства экономики, немцы ушли на заслуженный отдых почти на два года раньше положенного срока. Почти 197 тысяч граждан Германии решили не дожидаться достижения пенсионного возраста, предпочтя домашний уют рабочему месту. Естественно, все они вынуждены были считаться сокращением пенсионных выплат, в среднем на 7%. Между тем, Федеральный пенсионный фонд Германии приводит собственные цифры, которые должны продемонстрировать, что ситуация не такая уж и критическая. Ведь в 2011 году досрочно уйти на пенсию решили 48% пожилых немцев, а это в два раза больше нынешнего показателя. Однако ведущие немецкие экономисты уверены, что снижение числа досрочных пенсионеров имеет другую причину, а именно законодательную. Аналитики указывают на то, что правительственные программы, согласно которой можно было уйти на заслуженный отдых уже в 60 лет, постепенно завершаются. А новых подобных программ Федеральный кабинет пока не разрабатывает. В провинции Северная Суматра на западе Индонезии произошло извержение вулкана Синабунг. В результате стихийного убедствия погибло семеро человек. Причем шестеро были погребены под облаками горячего пепла, еще один скончался уже в госпитале. Еще двое находятся в критическом состоянии с ожогами в больнице. Уточняется, что количество жертв не окончательно. Все погибшие занимались фермерством в Красной зоне, области в радиусе 4 километров от вулкана. Население должно было покинуть эту деревню еще в 2014 году, но из-за материальных проблем некоторые люди остались и занимались сельскохозяйственными работами. Напомним, во время извержения вулкан выбросил несколько столбов пепла высотой до 3 метров и горячий газ. Такие перокластические облака нагреваются до 700 градусов Цельсия, спускаясь по склонам вулкана. Синабунг, один из 129 активных вулканов в Индонезии, находится в области Тихоокеанского огненного кольца, региона высокой сейсмической активности вокруг бассейна Тихого океана. Под конец своего президентского срока Барак Обама наконец добрался до Вьетнама. Главу Соединенных Штатов в понедельник торжественно встречали в Ханое. Обама – третий по счету американский лидер, посетивший Вьетнам за последние 20 лет. Дипломатические отношения между двумя странами были восстановлены в 1995 году, во время президентства Билла Клинтона. В понедельник в Ханое Барак Обама объявил об отмене эмбарго на поставки оружия Вьетнаму, в том числе смертельного. Оно действовало с 1984 года. Решение снять запрет никак не связано с Китаем или другими соображениями, заявил Обама на встрече с президентом Чан Дай Куангом. Оно основано на нашем желании завершить долгий процесс нормализации отношений с Вьетнамом. По мнению экспертов Рейтер, все как раз наоборот. Решение о снятии эмбарго напрямую связано с оценками угроз в Азиатско-Тихоокеанском регионе. А именно с беспокойством Вашингтона по поводу растущего военного потенциала Пекина и его территориальных претензий в Южно-Китайском море. Уже в понедельник было заключено соглашение между корпорацией Боинг и авиакомпанией Вьетджет. Она покупает у американцев 100 самолетов Боинг-737 на сумму 11 миллиардов долларов. Многие члены администрации Обама настаивали, Вьетнам сначала должен серьезно улучшить ситуацию с правами человека. С отмены эмбарго этот рычаг воздействия на Ханой очевидно потерян. А значит, считают аналитики Рейтер, беспокойство по поводу Китая перевесило. До сегодняшнего дня главным поставщиком вооружений Вьетнаму была Россия. Теперь давнего союзника на этом поле может потеснить бывший непримиримый враг. Жители Таджикистана не возражают против несменяемости власти. В воскресенье в стране прошел референдум о внесении в Конституцию поправок, позволяющих действующему президенту Эмма Мали Рахмону переизбираться неограниченное количество раз. Избирательная комиссия отчиталась о высочайшей явке на голосовании. Число граждан, непосредственно участвовавших во всенародном референдуме, составило 4 миллиона 38 тысяч 183 человека, что равно 92 процентам от общего числа голосующих в стране. По предварительным подсчетам избирательной комиссии, изменения Конституции поддержали 94,5 процента проголосовавших. Против выступили немногим больше 3 процентов. Таджикистан — беднейшая среди республик бывшего СССР, большая часть жителей которой — мусульмане. Ведущей оппозиционной силой в стране была партия исламского возрождения. Но в прошлом году ее запретили. Одобренные на референдуме поправки Конституции окончательно ставят вне закона все религиозные политические партии. Опрошенные рейтер в понедельник, прохожие на улицах Душанбе, выражали единодушное одобрение и полное согласие с результатами референдума. Все люди согласны и все счастливы. Я обсуждал с друзьями, они все счастливы. Я ходила на референдум. Думаю, все довольны результатами. Никто не выступал против. Все, кто голосовал, счастливы. Да, мы со всем согласны. Мы за мир и согласие. Хорошо, что Конституция Таджикистана совершенствуется. Эмма Мали Рахмон правит страной с 1994 года. Поправки позволяют ему баллотироваться в 2020-м и предполагают, помимо прочего, снижение возрастного ценза для кандидатов в президенты с 35 лет до 30. Это позволит старшему сыну Рахмона Рустаму Эмма Мали через 4 года баллотироваться на пост главы государства. Если отец вдруг решит не переизбираться. Родственники жертв авиакатастрофы MH17 требуют от России и Путина 330 миллионов долларов компенсации. Жители Австралии, Малайзии и Новой Зеландии наняли высококлассных адвокатов и подали иск в Европейский суд по правам человека. Соответствующий иск в Страсбурге подала австралийская юридическая компания. 33 человека требует 10 миллионов долларов компенсации за каждого погибшего. Таким образом, общая сумма составляет 330 миллионов долларов от России в целом и от Владимира Путина лично. Юристы из Сиднея в жалобе отметили, что Россия приложила все усилия, чтобы удержать втайне свою роль в этой трагедии. В соответствии с документом, представленным в суде, российское правительство не отдало приказ провести собственное внутреннее расследование и отказалось сотрудничать в вопросе реконструкции кабины пилотов самолета. Также российские шпионы пытались взломать компьютерную систему Нидерландского Совета Безопасности с целью добраться до отчета о причинах трагедии до его опубликования. Родственники погибших граждан Нидерландов еще не подавали иски о компенсации морального ущерба, поскольку адвокаты хотят дождаться официальных результатов расследования катастрофы. Напомним, Boeing 777, авиакомпания Malaysia Airlines, выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куалу-Умпур и был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области из ЗРК БУК российской зенитно-ракетной бригады. Погибли 298 человек, находившихся на борту самолета. Пассажирами были граждане 10 стран. Большинство из них — это граждане Нидерландов. Среди погибших также 27 австралийцев. Продолжение следует...